привет мой хороший ты на канале мир это просто меня зовут алексей борода богдан на всем привет средства сегодня у нас очень полезное видео в связи вообще со всеми событиями происходящими мы сегодня богдан покажет как разбирать автомат калашникова как его собирать как его чистить ну то есть вот такой спектр который может понадобиться любому человеку и с air 15 американской мы сделаем то же самое опять же это может всем понадобиться в данной действительности да и вообще любой действительности дальше внизу если кто-то что-то забудет у нас прям будут значит на какой минуте у нас что есть я потом пронумерую ставлю до самое основное ну чё начнем богдан предлагаю нам начать с разбора автомат калашникова покажи пожалуйста детально как это делать хорошо я попробую разобрать его как можно понятнее правильно да без всякой терминологии да да чтобы вот пришли и просто поняли что нужно сделать так когда нам выдают скажем так автомат калашников он выглядит либо так либо как около около 12 принципе отличие нет кроме приклада я думаю не так все критично ну то есть конструктив у них одинаковые разбора все внутрянка вся вообще абсолютно одинаково так первым делом мы должны снять крышку крышку мы снимаем нажав на фигню продавливаем ее туда вглубь и снимаем просто крышку все первое готово потом мы снимаем пружину пружину мы с него снимаем отодвинув я вот так вдоль и по стволу и просто чуть-чуть поднимаем наверх это же вытаскиваем потом у нас идет затворная группа просто ее назад отодвинули ну и сняли тут она попадает в пазы должны просто из пазов ее вытащить и все затворная группа есть еще то что у нас хватает гильзы когда она вылетает мы ее просто отодвигаем чуть-чуть проворачиваем и вынимаем тоже так потом идет газовая трубка в начале всегда проблема газовые трубки что нужно понять этот флажок прежде чем ее вытащить он не понимает да он не понимает мы берем какую-нибудь блин фигню вот мы возьмем не руками есть до условно вот у меня есть выкладка просто в принципе я покажу как одному просто его зажали поставили пин и начали выбивать об он пошел нужно его максимально поднять вверх я его поднял и спокойно газовая трубка у меня вышла ого классно вот в принципе а по разбору еще дтк у нас откручивается дтк нужно иногда снимать для чего богдан для чего у нас висит он висит чтобы почистить нагар который у нас каплю на конце ствола а вот чё иногда ну это если у нас там уже тысяча три пять мы выстрелили я не думаю что так критично вот нагар он обычно скапливается вот здесь просто счищаем с резьбы и все на самом деле все всегда в армии заставляет все досконально чистить естественно но если мы военных условиях ну естественно такая чистить смысла особого нет таким образом в принципе мы прошли всю систему разборки вот до такого состояния богдан чего обслуживать здесь покажи что смазывать как смазывать да в принципе чистить нужно поршень потому что он постоянно ходит и цепляет за стенки это такая штука мы чистим его в принципе весь то есть отсюда досюда все вот хотят пазы нужно прочищать чистим то что у нас цепляет гильзу чистим вот здесь вот внутри и тоже в принципе вот эти всякие вот мелкие детали которые могут застрять ну потому что можно пройтись по трубке то есть когда калаш стреляет он туда сюда ходит тоже в принципе можно прочистить какой-то металлической губкой знаете там которую посуду моют это кстати незаменимая вещь можно мы вот я сегодня не взял а так в целом это классная штука для железный когда железную просто для посуды ей очищать все просто идеально ничего с калашем с калашом не случится да вообще с оружием потому что все все железо каленое ничего не будет нагар патроны не нажар цедану нагар отлетит прям за считанные секунды можно очистить саму коробку прочистить желательно прочистить осм тоже от нагара а такого большого вот 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 эти вот все части потому что это все позволяет нам как можно минимизировать клинику и дай 3 на клинику нас не будет клина и соответственно хорошо мы еще разобрали его не полностью у нас есть у сэм но сэм как показывает практика ну практически никогда не ломается и слава богу и слава богу и у нас так как карабин у нас он стреляет только одиночными а как в армии дают автоматический огонь если а к 12 то там есть и двойные двойные выстрелы и автоматически вот поэтому не будем думаю ну соответственно дулу мы чистим как обычно шоу дула мы чистим каким-нибудь шомполом желательно это делать конечно профессиональным профессиональный все просто профессионально отличается от обычного только тем то что он вот вот посмотрите он крутится то есть когда в свале есть нарезы и когда ерш идет по каналу ствола он просто проворачивается по этим нарезом вот но это такие заморочки больше для высокоточников ну да 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 то есть соответственно что есть темы чистим что есть темы чистим на принципе то есть отдельный а с какой стороны богдан чистим сверху или наверно сверху логичнее да пусть и удобнее сверху я к примеру если я хочу прям вычистить его хорошо я чищу и сверху и и потом с обратно что-то не очень удобно калаше потому что до затворная дама к ерш какой-то не будет обычный не знаю вот у меня составной да он разбирается его проще про собой брать да у меня кстати тоже такая коробочка какой-нибудь вот так вот закрутили ёршик покупать под калибр ствола 545 или 767 2 до другой вопрос ребят еще важный момент тоже не забывайте смотреть какое у вас оружие когда вам выдали тут все очень просто калашников бывает либо 545 либо 762 соответственно 762 больше пуля больше магазин ибо соответственно больше диаметр ствола 545 все то же самое меньше сейчас сказать сложно боевое оружие там тысячу лет я в руках не держал но скорее всего богдан я думаю на них написано какое-то да вот смотри вот он 545 до 545 но это зайга там может быть написано калаш 74 это значит она 5 до или а к 47 это соответственно господи другой какой там 545 762 то есть а к 47 это 762 а к 74 это 545 я там в описании напишу вам подсказку на всякий случай соответственно не надо засовывать то что не засовывается потому что будет большой бада бум я думаю ничего не будет на самом деле он не влезет он просто да не влезет тупо не влезет еще я не рассказал что когда мы чистим ствол нам нужны какие-нибудь смазки вот для меня например вот форест очень классная штука которая очищает нагар ну наверно дорогая нет ну где-то 1000 рублей но сейчас проблема в том что не даю скорее уже нет залежа оружейное масло какое-то не будет а вот вот в дэшку что-то такое что мы понимают даже влагу где влаги нет в дэшку только использовать иначе надо впитать нет 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 спокойно можно ну то есть что есть под рукой любом случае чтобы нагар был удален а если разлетается вот эта ствольная коробка то на этом все просто все скорее всего это да если там патрон встал ну то есть мало ли чего понять то есть если обе опять объясним то с точки зрения физики объясним для чего все это делается газа у нас взрыв то есть любой выстрел это взрыв взрыв у нас распределяется физик 5 класс условно как я всем шучу во все стороны равномерно то есть если мы внутри ну в океан воду бросим петарду она во все стороны распределиться равномерно даже как и вверх примерно три не важно там граната петарда неважно соответственно если у вас ствол будет чем-то не дай бог забит засорен грязью еще чем-то то есть газы пойдут обратно а у них здесь ствольная коробка и ваше лицо все просто дырки нет она найдет куда выйти то есть на этот это очень важный момент на который надо обратить внимание всегда следить за оружием еще момент если идет дождь вот так не надо автомат держать это же понятно я надеюсь до всем потому что сюда будут залетать капельки а ничего хорошего от этого не будет автомат можно всегда держать вот так вот так вешать ну понятно как угодно главное не вот так ну и чтобы земли естественно вот это вот так не тыкалась я могу на самом деле добавить я вот когда служил ручку так я поехал на соревнования и в общем у нас там кипишь все песок вот это вот все в обмундировании были ну а т.с. если кто слышал армейской тактической стрельба в общем мы там начали стрелять упражнения и я все зарядил у меня все было в принципе идеально и все по 1000 подсумков тут я не знаю ну три миллиарда до 3 миллиарда всяких патронов короче засылая патрон патроник выбегаю занимая позицию ложусь стрелять смотрю бац и ничего не происходит я думаю ну чё происходит автомат там калашников и заклинил ну вообще не бывает практически там бывают люди даже с треснутой рамой стреляют и и ничего хоть бы хны в общем оказывается у меня застрял здесь патрон ох ты в общем из магазина видать я в подсумку когда убирал что-то а мы подсумок иногда но не только подсумки убираем магазин сникерс положим это идем там понятно и видать бумажка попала и в общем у меня вот здесь вот попала маленькая вот прям реально маленькая бумажку я не знаю там в клей сантиметра его как просто она зажала до патрон и все их она мне пришлось только шум полом убивать то есть вот нужно главное коллаж будет работать блин практически всегда но если беспрепятственно попадает патроны в ствол покажу про смазку правильно что лучше смазать да потому что нагар всего проще всего счищать когда он на что-то налипает на какую-то маску жидкую какую-нибудь густую в принципе нет разницы вот например хорошие смазки это керамические вот у калашникова есть керамическая смазка вот тоже работает любая смазка работает опять же я вот рассказывал про в дэшку в дэшкой тоже можно все зафигачить и он будет работать вот например у вас даже если что-то забилось там чувствуете вы плохо он ходит и а вам нужно там не знаю куда-то идти нету времени почистить но бывает такие ситуации берете в дэшку просто ее туда запшикнули на всеходящие затворные группы ну то есть и все и погнали и погнали это это на самом деле преимущество калаша вот например r15 все-таки там так она не сдюжит но это мы за это сейчас да дойдем заклинилась смазывают обычно все части которые ходят вот например мы засовываем вот мы видим она ходит мы ее берем просто так чуть-чуть хоп смазали осторожно смазали если чуть-чуть ворщанули можно чуть-чуть ее под вытереть чтобы чистыми чистыми подручными средствами любыми чистыми чтобы смазка не капал тоже нехорошо повторимся не бумагой потому что она размокнет останется там и он хер да не очень из работа а если вы наносите оружейную смазку армейскую да то нужно ее вытереть обязательно твои нанесли большим слоем и вытерли она оставляет тонкую микро пленку который мы не видим ни глазу ничего но она есть и это помогает довольно-таки сильно понятно вот в принципе по смазкам все а покажу где смазывать просто покажу вот лучше смазывать вот эту затворную группу смазывать немного осм чтобы он хорошо работал просто туда пшикнуть чем-нибудь и смазывать с слайды скажем так это то почему ездит затвор в принципе этого достаточно ну и сам ствол наверное соответственно мы чистим сам ствол мы оставляем сухим как а вот 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 мы его прогоняем какой-нибудь пенкой тем же самым оружейным маслом некоторые прогонять если мы почистим вооруженную оружейным маслом там все равно мы когда будем прогонять ветушью вот то есть мы сначала прогоняем его ершом очищаем нагар и потом прогоняем какой-нибудь ведущий но это грязная лучше чистый конечно тем же самым шомполом отрываем кусочек прогоняем пока кусочек не будет вылетать чистым чистым и сухим и все если оружейное масло было там образовалась микро пленка и все остается но на самом деле там происходит такой нагрев и такое давление что никакая смазка там не поможет все понятно так что теперь соберешь богдан да покажешь как делается а после этого я попробую я тоже это как бы условно говоря делаю первый раз берем сначала газовую трубку вставляем ее сюда и опускаем вниз все до упора самое главное потом опускаем этот флажок всегда у калашей есть эти вот да я не защёлкнулся поэтому не могла уйти уйти флажочек тут есть отверстие специально куда должен попасть флажок опять же так как это все новое не разработанное мы берем все дошло готово все готово так что мы делаем дальше собираем затворную группу затворную группу мы должны его вставить и провернуть для того чтобы все попало в паз вот в идеале но когда ее вытаскиваем она должна не вытаскивать ну не должна сильно вылетать то есть вот так не должно быть вот как она все она работает выдвинули обязательно не в таком положении засовываем а засовываем выдвинутом положении просто вставляем попадаем в пазы самой коробки я попал и до упора туда потом вставляем пружину пружину вся то точно такая же фишка мы ее сначала передвигаем вперед и попадаем в пазы обязательно то есть пружин должна попасть обязательно в пазы в коробке для и ставим просто крышку. Крышка попадается точно так же в паз в коробке. То есть мы сначала вставляем ее в паз и потом защелкиваем. Проверяем, что она точно попала в паз. Видим, что вот эта вот штучка, которая держит коробку, она ушла до конца. Ну, можно вытереть, чтобы он не был жирный. И закрутим. Хоп. Тут есть маленький ограничитель специальный для ДТК, который держит. Это обычный ножом можно было. А он просто опускается вниз и закручивается до упора. Хоп. Все. Мы закрутили до упора. Я совсем забыл, что у АК-47 есть шампала. Классный шампала. Я и не знал. Да. Я тоже совсем забыл. Потому что у АК-12 их нет. Как выбивается шампал? Ни в коем случае не нужно его как-то пальцами подгинать и так далее. Просто берется вот эта часть, ближе к цевью, и просто бьется рукой. Вот. Ударили. И он сразу пошел. Подпружинивает и вытаскивает. То есть, все очень просто. Предлагаю я, человек, который не обладает этими навыками. Вот я сейчас посмотрел, что Богдан рассказывал, нам показывал. Попробую все это сделать. Нажали. Так. Сняли. Дальше пружина. Соответственно, раз. Вытащили. Так. Сюда, да, Богдан? Уходим. Поднимай наверх. Поднимаем. Вытащили. Все. Здесь мы, в принципе, все сняли. Соответственно, вот это вытащили. Все. Вот. Смазали, смазали. Так. Теперь. Вот. Вот. Я так понимаю, вот так. По-другому она просто не встанет. И в таком положении мы его в обратной ситуации. Да. То есть, все в обратную делаем. Вот. Не так, кстати. Попал? Да, попал в паз. Нет, не попал. Не попал. Ага. Вот. Соответственно. Прямо в начале он попадает. В самом начале коробки. Вот здесь. Вот, видишь, вот у него паз. А-а-а. Видишь, вот, все, попал. Все. То есть, вот с этой стороны, мужики, короче, никак вы не ошибетесь, потихонечку, сами смотрите, руками нащупаете. Так, теперь вводим. Соответственно, пружину возвращаем в обратной последовательности. Угу. И, соответственно, здесь попадаем в паз. Не попали. Нет. Ты ее, смотри, засовываешь, прям тут крепко держи. Ага. И прям на пружинке. Она же на пружинке. Вот, сейчас попал. Вот теперь мы, соответственно, все попали. Ну, этот не будем уже понятно, это мы запомнили. Ну, в принципе, все. А, вот это мы, кстати, еще не сняли. Мы ее не снимем, потому что она снимется только если опять... Да, то есть, в самом конце надо было. Ну, в принципе, опять все понятно. Ну, вот как-то так. Предлагаю переходить КР-15. Переходим КР-15. Напоминаю, что на все будут тайминги. То есть, кому что-то не надо, не смо... Ну, опять, да, чтобы человек мог быстро что-то найти. Конечно. Ты мог быстро найти. Давай, Богдан, пожалуйста, расскажи вообще, что это за штука. Да, КР-15. Сначала нам нужно вытащить вот эти вот два пина. Ага. Вот эти два пина. Вытаскиваются они всегда слева направо. Слева направо. Вообще, запомните, все пины всегда вытаскиваются слева направо. Ага. Это удобнее всего. Потому что некоторые бывают разного диаметра. Например, здесь там 0,5, там 0,4. Ага. И чтобы все правильно попасть, делаются, ну, слева направо. Слева направо. И отверстие, и сами пины. Так. можно вытащить один пин. Тогда получится, мы сможем достать всю затворную группу. Но это в быстрых ситуациях, там нам нужно что-то быстро вытащить. Я, ну, к примеру, обычно для очистки снимаются сразу два пина. Сейчас я покажу магию. Сейчас, 3 секунды. Так как она очень точно сделана, тут минимальное расстояние между всего, между всем. Все. Вот. Все. Я его вытащил. Развелся на две части. Вся фичка в том, что любые прицельные приспособления, которые вы только не поставите, когда вы будете чистить, вот, блин, вот палка лежит, все, вам нужно чистить вот здесь. Да? Вам нужно почистить там группу затворную, то есть, прицел мы не касаемся никак. Круто. СТП не меняется, ничего не меняется. Так, давайте сначала вытащим затворную группу. Вот, таскивать она просто. Просто дергаем за верхнюю часть, видите, она сразу пошла. Вытаскиваем до конца. Хоп, все, она вышла. и вытащили эту. Ага. Все. И все? В принципе, да. На самом деле, осталось-то только УСМ. Подождите, товарищи. Ну, бля, это все, вот, все, что отвечает за выброс гильзы. Вот тут у нас было только тут три части, да, две части отвечающие. Это вот такой тюбик. Но он тоже разбирается дальше, естественно, для чистки. А, здесь вон, как она ходит. Да. Ну, вот, посмотрите, принцип такой же, вот, но более минимализм, или как. Я, это вот недавно стрелянная арка, буквально я с нее вчера стрелял, я просто хотел показать, какой вот нагар есть нагар в арке, потому что это очень болезненная тема, потому что, если мы не будем здесь чистить правильно, то она, ну, ресурс, ресурс сократится намного. То есть, это оружие, оно более такое, да, чувствительное к неуходу за ним. Да, потому что у нас личинки, как и в калаше, только в калаше они, скажем так, номерные все, ну да, только там, скажем так, чугунные фиг сломаются, а вот тут вот, они подвержены к настрелу, там, 10 тысяч выставок. И здесь это типа расходник. Ну, нет, тоже нет. За границей расходник, естественно, у нас фиг достанешь такую личинку. Печаль. Поэтому надо остаться, ну, ну вот. Так, давайте разбирать. Да. Сначала личинку. Так, вот все просто. Нам нужно вытащить вот этот вот скреп. Вот она находится внутри. Ага. Мы ее вытаскиваем. А, вон. Да, главное не теряем. Она у нас держит ударник. Сейчас, оп, вот он, вылетел. То, что накаливает капсуль. накаливает. Ага. Потом мы вытаскиваем пин. Вот так вот мы его должны повернуть и вытащить. Вон как. Видите? Он, он специально, то есть, когда он в сборе, то есть, он не вытаскивается, понятно. потому что вот так вот проходит и скрепка, а скрепка держит его, я уже ее просрал. Нет, нет, вот она лежит, просто ее не видно. Вот. Он, вот так, понял, и все. Слушай, ну, круто. Сюда положу. Тут хочется сказать, Богдан. Сама личинка. Вот она. Вот. И это тут случай, наверное, да, когда наши и те, не наши, пошли своим путем. Да. никто, ни у кого, ничего, как говорится, Ну, не тырил, да. Да, это просто вот отдельно придуманные конструкторами очень гениальными. Два хороших оружия. Да, потому что просто единственное, AR-15, вот как давно ее переделали, я не знаю, ну, постоянно ее тюнят, если честно. Да. Скажем так, не знаю, вот эта фирма Daniel Defense 10 лет всего, она уже за 10 лет стала одной из, ну, самых таких крутых. Просто коллаж был придуман, блин, в 47-м году, правильно? он так и называется, да. Калашем в 47-м. И с этого времени что придумали? Только коллаж 12. Да. Если честно, у меня тоже, на самом деле, немножко негатив прет по этому поводу, я думаю, у тебя тоже. Да, именно из-за этого, да, у меня к нему, к старому вопросов, да, вообще никаких нет. В такое время придумать, это гениально, просто гениально. было на коленке. Да, это было гениально, не меньше. Для меня это сравнимо, как Королев у нас запустил в космос, там, восход, восток и так далее. Вот примерно то же самое. примерно, да, но много кто об этом умалчивает, хотя я знаю, что так аж, коллаж 12, который вышел, вот я с него и в армии стрелял, блин, ну, максимум 3000 выстрелов. Да ладно? Максимум 3000, не знаю, ну, 5000 у кого-то живет. Вот у меня у знакомого, имейте ввиду, автомат калашников лежит, он специально его не чистит, он отстрелял уже с него, фу, 20000, вообще ничего. Круто, это вот старого еще, броса? Старого образца, да, 7,62 калибр, он его не чистит специально, чтобы не спугнуть ничего. Вообще, работает и работает. Слушай, 20000 это достойно, это много-много-много рожков. Много, да, это много рожков. Да? ну, соответственно, все разобрали, больше здесь мы ничего не трогаем. Больше здесь не трогаем, только чистим. Чистим здесь все, что достанем, все, что грязно, скажем так, чистим личинку. Личинку очень нужно, очень важно очищать от нагара, опять же, это можно взять, опять же, металлическую щетку из ванны, можно какой-то обычной железной фигней вот так вот фигачить. Я обычно это все беру, покупаю пенку, заливаю вот так, она просто растворяет как раз нагар, и все. Эх, заканчивается жалко. то есть чем-то вот короче соскоблить надо. Чем-то соскоблить, но не сухим, опять же. Понятно, не сухим, чтобы оно с собой забрало, и вы это протерли. Да. Я когда вот вчера стрелял, вот смотрите, какой тут нагар, вот ты заметил, он прям вот кубиками лежит. Я потому что ее не смазал перед стрельбой. Она как бы у меня отработала, вот, но нагар счищать сейчас будет очень сложно. Фейерверк. Вот, как бы, а если было бы мокрое, я бы сейчас бы чуть-чуть поскоблил ее совсем. Спасибо. И все, и готово. Это гази еще тут вон. Да, оно растворится, оно-то саморастворяющая штука. Вот, вместе с курткой. Да, и обычно я еще заливаю ствол, но не будем сейчас это, тратить время. Вся фишка, отличие AR-15, да, AR-15 это калаша. Вот ты вот здесь заметил, вот ты заметил, мы там разбирали, вот здесь пружина стоит. Да. Ты заметил здесь пружину? Вот самое интересное, что я вообще не понимаю, честно говоря, как он работает. Самый прикол, что затворная группа уходит в приклад. Вот она, пружина. Вот она где. Да. Вот, и за счет этого AR-15 получает свою линейность. Вот смотри, вот прицельное приспособление, ну, блин, ствол, ствол, затворная группа. Слушай, круто, одна линия абсолютно, да, из-за этого она получает более точный, точный, сбалансированный. У Бинели тоже же у них приклад уходит, когда полуавтомат 12-го калибра, там у него 16-го, там 12-го. То же самое. Слушай, прикольно. Блин, система вообще интересная. Так, что делаем дальше? Собираем? Ну, обычно, да, сейчас все. Почти. Я так же потом предлагаю, я попробую все это, конечно, еще раз сделать. Я чистить досконально не буду, это я уже делаю потом. Ну да, просто я так, чтобы не испачкались. То это калибр 2-2-3. Ну да, 5-56 по-русски. Ну понимаешь, что арка не стреляет патронами от коллажа. Важный момент, да, мужики, кто не в курсе, калибры разные. Это натовский калибр 5-56, это соответственно наш 5-45. Пуля категорически разная. Ну просто, то есть она не подходит. И если как-то засунуть, ничего хорошего от этого не жди. Да, я вот раньше, когда там тренировался, какими соревнованиями, брал там коллаж и арку, да, с коллажа много стрелял, с аркой поменьше, потому что, ну жалко было. И постоянно путал патроны, на самом деле, когда менял. Это приходится выбивать. Угу. Вот, поэтому, поэтому нужно предельно быть осторожным. Как собираем? Сначала мы засовываем вот эту фигню. А, даже так. Да. Мы ее засунули. Сейчас. Сейчас, подождите, надо еще попасть. Вот, тут просто тоже пах, видишь? Увижу тут усики. Засунули, не до конца. Угу, на середине где-то. Ага. Сейчас я забыл. Потом все в подсъемках, я там тоже сделаю, близко все посмотрите. Да, засовываем, собираем затворную группу. Опять же, ее нельзя засовывать с любой стороны. То есть, вот тут отверстие нужно определенным, вот этим. Потому что это отвечает за выброс гильзы. Ага. То есть, она же у нас вправо, для праворуких. Вот, тут все понятно. Вот, ты видишь, вот тут вот, вот эти вот, завальцовано оно, а тут нет. Угу. Поэтому этой стороной и вставляем. А вот как. Сначала это, потом мы вставляем вот это. Она просто, да, держит. Вставляем. Сначала вот так вставляем. Угу. Потом перевернем. Потом переворачиваем сразу, чтобы стал у нас ударник. Ударник. Ударник снизу. Ударник снизу. И вставляем в паз вот эту скрепку. Угу. Вот, чуть-чуть провернули ее, ну, чтобы она вот попала на сквозное. Чуть-чуть с ней приходится иногда повозиться. Но это не страшно. Угу. Вот, все, я попал. ага. Опять выдвигаем личинку. Выдвигаем. Вот что я забыл. Да, выдвигаем личинку. И в таком положении. И вставляем это вниз. А, и, кстати, забыл вам сказать, зачем вот эта штучка. Кстати, зачем? У нас коллаж работает на поршне, а это работает на газу. Ух ты. Вот смотрите, вот идет трубка внутри. Вот. То есть, когда происходит давление в стволе, газ выходит в дырку, в ствол, по трубке идет и отталкивает затвор. Как раз он получает энергию, чтобы уйти назад. Интересно. Интересная идея. Не поршневой. Интересная. На сумму ли? Собрали, да, получается? Да. И опять же, вытаскиваем пин, если он вдруг попал. Иги. Просто присоединяем. Оп. Ага. Два. Все, готово. Как бы переживать, что эти пины сломаются и так далее, не стоит. Богдан, чего вот тут такой вот? Вот это? А, это, кстати, это грязь. Когда идет действие либо в песке, либо в грязи, обычно закрывают эту штуку, чтобы не попал в патроник. А, вон, что. Грязи. Она открывается, как только дернешь затвор. А, не все. Кстати, смотрю у парней, у американцев, они очень часто, когда стреляют, то есть они отработали контакт, и они сразу ее закрывают. Ну, то есть отработано. То есть они не смотрят по ситуации, надо или нет, а просто вот у них моторика просто такая. Вот. Ну, не на всех арках есть. А вот это у тебя что такое? Просто вот... Это климатор. А, это климатор у тебя такое? Ну, я с нее стреляю в спорт. Поэтому вот, например, у меня оптика прицелена на 50 или 100 метров, а климатор всегда на 20. А, вот как. Да, чтобы не ловить вот это вот расстояние от ствола до линии прицеливания. Круто. Потому что если у тебя оптика на сотку, у тебя вблизи она будет на сколько? С 8 метров на 5 выше. Так, что, давайте я разберу, попробую. Давай. Как говорил раньше, отрицать, что американское оружие хорошее, американские мотоциклы и машины, ну, это просто странно, да? То есть, это, ну, просто... Потому что они это занимаются. Они этим просто занимаются, да. Тут вопросов никаких быть не может. Оно просто красивое. Вот элементарно, да? Мы все как-то считаем, что... Ну, типа, а зачем оружию быть красивым? А почему бы и не быть? Мы же ходим в театр. А зачем какие-то дяди бородатые играют Шекспира? Там ставят какие-то... Ну, ребят, потому что это творчество. Ну, почему вот? Ну, просто посмотрите разницу. Просто ощути разницу. Ну, есть разница? Я думаю, ты видишь, да, что есть? Ну, это наше родное. Да, но тут не только красота, тут еще и превосходство в этой красоте. То, что она, ну, и правда, не только красивая, а и работает. Она работает. Да, это уже мы наслышаны от многих ребят. И от Богдана в том числе. Потому что Богданов спортсмен, спортсмен именитый. По стрельбе, знаете, что говорит, да? Стрелял из того из того, как говорится, и стреляешь до сих пор. Так, чего? Значит, еще раз. Граждане, как я, которые первый раз видим... О, прикольная штука! Вот тут пины. Вынимаем, как Богдан сказал, слева направо. Вот, потихонечку. Вот так поддели. Пожалуйста. Второй. Пытаемся тоже поддели. Все. Теперь мы можем отделить, соответственно, зерна от племел. Я не знаю, как сказать правильно. Так, Богдан, переворачиваем. А, вот это сначала вынимаем. Можно так, можно перевернуть, чтобы не вылетелось. Как тебе удобнее будет. Вот. Вот так отстегнули, да? И все вместе вынимаем. Все вместе не получится. Ты вынимаешь сначала личинку. Вот это. Да, чтобы у тебя не упало все. Просто вот. Ага, все. Отделили. То есть вверх. Потом вынимаем вот этот, там паз. Кстати говоря, он уже здесь будет виден. Потом не ошибюсь. Так, положили. Здесь мы начинаем вот с этой штучки. Да. Ну, чем-то ее, например... А, я вот ногтем, кстати, поддел. Она легко, кстати, вынимается, на удивление. Да? Кстати, реально. Так, теперь вот эту возвращаем вот сюда. Сначала выбиваем ударник. А, точно. Да, просто вытаскивай. Я про это вообще забыл. Все, вот он вытаскивай. Все, вот ударник у нас выпал, постучали. Теперь переворачиваем. Дальше, да. Да, выдвигаем ее. Вот так. И переворачиваем. Да, переворачиваем ее, чтобы мы ее могли вытащить спокойненько. Слушайте, как прикольно. Все так легко вынимается. Хм. А, ну что вытаскиваем? Все. Все, забыл. В принципе, при умении, я так понимаю, если это 10 раз сделать, это будет там занимать 25 секунд, а то и 15. Да, да, ничего. Соответственно, собираем в обратном положении. Да. Как сказал Богдан, да, вот здесь. Значит, другой, вот этой стороной, да. Вот этой стороной. Богдан, объясни еще раз, в чем разница. Вот, смотри. Вот, смотри. Вот, смотри. Ага, я тебе покажу. Вот смотри, видишь, она проходит. Ага. Смотри, видишь, она даже не проходит. А-а-а-а. Она приплюснули ее специально. Ну, она заврасывали, да. Все, вот про что. То есть, ребята, обратите внимание, очень важный момент. Тут именно вот эта точность, вот тут как бы таких два ударчика, и они делают ее площадь. То есть, вот сюда она не идет. Да, потому что объясню, глубже зайду, если мы перевернем по-другому, да, и как-то засунуть. Патрон не будет. Патрон будет, он просто будет выкидываться в другую сторону. А сюда его выкидывать некуда, как мы знаем. Вот и все. Поэтому сделали на всякий случай. Да. То есть, чтобы позапарить не поставить неправильно. Так, все, вот это верхом, да. Все, засовываешь. Засовываем. Вот, досунули до конца. Ставим сначала вот так, иначе нам просто не поставится по-другому. Проворачиваем. И вынимаем сюда, да. Двигаем. Ставим ударник. Ставим ударник. Он просто, да, сюда. Условно говоря, как говорится, дырочку найдет. Все. Засунули ударник. И теперь скрепку. Скрепочка вот у нас. Вот тут видно. Ага. Она сквозная. Ты чуть-чуть там покрути, она зайдет. Рано или поздно. Ага. Вот единственный, кстати, да, момент такой. Ну да, единственный. Не очень такой простой. А так, в принципе. Но не ломайся. Самое главное. Слушайте, да. Все зашло. В принципе, тоже, ну как непростой. Она никакую нагрузку не несет. Соответственно, как ты говорил, собираем в обратном. Так, она у нас вот так должна быть. Здесь у нас вот есть, кстати, отверстие. Сейчас мы его нащупаем. Вот я увижу даже. Все. Паш попал. На половину. После этого мы... Другой стороной. Ну вот так. Доченька вперед. Нет, вот так. А, вот. Вот я собиратель. И вот так. Да, и вот так, естественно. Вот она в паз тут попадает. Все, да, попали? До конца. Все, собрал. Все, собрал. Теперь надо попасть в два пина, и все. Да, все нормально у нас. Все. Проконтролировали пины. Все. Какую последовательность из пинов вытаскивать? Там вот этот или вот этот сначала? Вообще без разницы. Все, AR-15 у нас собрано. К моему сожалению, мне опять же AR-15 понравилось больше. Вот в очередной раз. Ну, это как-то оно вот... Он тяжелее, кстати. Даже спорю, да? Да он тяжелее. Попробуй. Попробуй просто. Ну да, кстати. На полкило, наверное. Ну, то есть прям прилично тяжелее. Хотя тут с прицелами совсем... Да, он прям тяжелее. Ну и вот. Надеемся, что все полезно, все понадобится. Кому-то в нужный момент все это пригодится. Вы на канале Мир Это Просто. Меня зовут Алексей Борода. Богдан с нами. Спасибо большое. Да, вам спасибо. Пока-пока. Надеюсь, видео будет полезно. Да. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok